Семья Понятно, что семья — это такое определяющее понятие, без которого жизнь человеческого общества невозможна. Но если мы обратимся к различным определениям того, что такое семья, то мы увидим, что они страдают, с моей точки зрения, целым рядом недостатков. Ну вот возьмем, например, российскую энциклопедию, что она говорит о семье. Ну примерно следующее. Семья — это есть некий социальный институт, социально значимый институт, который основывается на принципах брака, кровного или какого-то иного родства. Если мы это определение правильное, с формальной стороны пытаемся применить к нашей жизни, то мы увидим очень интересную ситуацию. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что кровное родство людей друг с другом является очень большой, значимой, связующей людей друг с другом силой. А с другой стороны, мы видим, что самые большие конфликты, которые происходят между людьми, они случаются как раз между близкими людьми, между родителями, между братьями и сестрами, между братьями и братьями. Почему так происходит? Почему, казалось бы, отношения, которые должны быть самыми близкими, самыми для нас значимыми, вдруг перестают быть таковыми? А всё дело в том, что в основе любых человеческих отношений лежат, конечно, не какие-то формальные законы. В основе любых человеческих отношений лежат духовно-нравственные законы. И проблема всех этих определений заключается в том, что здесь происходит некоторая путаница, с моей точки зрения, путается следствие и причина. Итак, что является причиной семейных отношений? Причиной семейных отношений является такая простая вещь, как любовь. Любовь приводит людей к браку. Брак, соответствующим образом, приводит к рождению детей. Таким образом устанавливаются некоторые родственные связи людей друг с другом. Что это значит? Это означает только то, что если не будет между людьми любви, взаимопонимания, взаимной поддержки, то не будет и семьи. Да, семья будет существовать как некая ячейка общества, может быть, значимая, но эта семья будет существовать формально и юридически, но как живая действительность, в которой человек чувствует себя нужным, в котором он возрастает и духовно, и физически, именно правильно возрастает. Семья, если там не будет любви и взаимопонимания, она перестанет существовать как некое, именно не просто физическое, материальное явление, а именно как явление духовное. Вот есть очень интересная притча в Священном Писании, в Евангелии. Эта притча называется в церковном предании «Притча о добром саморианине». Вот там молодой человек спрашивает у Спасителя, кто является для меня ближним, кого я, собственно, должен любить. И Спаситель очень интересно отвечает. Вот он говорит, был человек, который попал в очень трудную ситуацию, на него напали разбойники, они избили его, покалечили и оставили его страдать, может быть, умирать. Проходили разные люди, в частности, священник прошел левит, они прошли мимо, и они не казали этому человеку никакой помощи. Проходил мимо саморианин, а саморианин — это был человек, который в среде израильского народа того времени воспринимался как человек плохой, как, можно сказать, враг этого народа. И вот этот человек, этот саморианин, он не прошел мимо, оказал помощь, привез в гостиницу, заплатил деньги, омыл раны. И вот Спаситель спрашивает этого молодого человека, скажи, пожалуйста, для вот этого избитого бандитами человека, кто будет ближний? Естественно, тот, кто оказал ему помощь. То есть для нас, ближним, родным человеком всегда будет тот, кто нам помогает. Если ты попал в трудную жизненную ситуацию, то очень часто бывает так, что родственники тебе отказывают. Отказывают от доложить каких-то денег, средств и так далее, и так далее. А другой человек, он может открыть свое сердце для тебя, и именно этот человек в тот момент становится для тебя близким и родным. Здесь важно понять самый важный принцип. Принцип, который лежит в основе человеческой коммуникации, человеческого сообщества. Этот принцип простой. Все начинается с любви, и заканчиваться тоже должно любовью. Любовь — это то, что соединяет людей и делает действительно их одной семьей. Мы тоже говорим, что есть семья, есть семья народов, например, в той или иной стране, есть общечеловеческая семья. Почему мы говорим о всем человечестве как о единой семье? Потому что жизнь человечества тоже строится на каких-то общих принципах. И самыми общими принципами являются взаимопонимание, взаимовыручка, взаимопомощь. Одним словом, то, что мы называем любовью. Самой большой проблемой здесь является то, что такое любовь. Потому что в каждом человеческом сообществе любовь может пониматься по-своему. То есть в каждом человеческом сообществе существуют определенные принципы, нравственные принципы, без которых невозможно построить ту же самую семейную жизнь. Например, есть сообщества, где под любовью может пониматься однополые браки. То есть это противоречит, например, христианской этике. И, соответственно, для нас, христиан, такая любовь не может считаться правильной. Для нас такая любовь носит какие-то искаженные формы. Понятно, что мы, будучи христианами, мы основываемся именно на христианских принципах. И поэтому для нас любовь может быть любовью только между мужчиной и женщиной. Любовь может носить братские. Она не носит какого-то обязательно страстного характера. Любовь, прежде всего, это внимание к другому, это теплое, дружское отношение к другому человеку, это желание помочь, угодить другому человеку. Это, ну, понятно, что это ни в коем случае не потакание к каким-то его страстям, но это прежде всего открытость для воли и жизни другого человека, когда мы не просто живем, но и даем возможность другому человеку реализовать свои собственные возможности рядом с нами. То есть любовь — это не то, что ограничивает другого человека, это как раз то, что дает ему возможность комфортно и духовно возрастать в истине, правде и добре. Итак, семья там, где есть духовно-нравственная какая-то основа. Семья там, где люди готовы помогать друг другу, где люди готовы любить друг друга, а не отворачиваться друг от друга. И понятно, что любовь — это в том числе и труд и подвиг. И этот труд и подвиг должен совершаться каждым человеком, не только родителями, но и детьми. Каждый человек должен стараться быть добрым человеком, стараться помогать другому человеку, потому что так и только так мы можем помочь и себе в том числе. Мы ведь с вами, когда, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, к кому идем? Мы идем, конечно, туда, где нас могут принять, понять, пожалеть, оказать какую-то помощь. Это естественно для нас. Поэтому семья — это не только формальный юридический институт, основанный на родстве или на браке. Это некое более глубокое понятие. Семья — это там, где тебя любят, ждут, понимают и оказывают помощь и содействие. Продолжение следует...